Субтитры делал DimaTorzok Семенов Ярослав Викторович меня зовут Взяли да повторили В бутылку то лезете С утра плохо проснулись что ли Зачем вы берете Ну похоже если вы плохо слышите С первого раза не расслышали Вы пишете телефон берете Вы этики знаете В детском саду научили делать Поспешные выводы Вы сейчас позвонили этому человеку Я не холодил в детский сад Жаль Ладно значит у вас я вижу с коммуникацией Тяжело да при общении Хорошо я вам объясню Человеку вы позвонили совершенно верно На ее номер телефона Но она воспользовалась Предложенной нами услугой переадресации И звонок переадресовался В юридическую организацию Клиентом которой является данный конкретный человек Вопрос закрыт Или мы продолжим Что за организация фамилиями сотрудников Всех Которые отвечают Пожалуйста Компания называется Общество с ограниченной ответственностью Алиам Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Фамилия ваша Дмитрий Евгеньевич Моя фамилия Кузнецов Кузнецов Дмитрий Евгеньевич Да Совершенно верно Что? На основании чего вы представляете На основании договора И на основании нотариальной доверенности Номер доверенности Зачем? Потому как банковые предоставить не поспешили А зачем? Зачем? Да На что он должен верить Да не верьте Пожалуйста Ну вы позвонили Тут пытаетесь выяснить что-то Я же так понимаю Вы позвонили для чего? Чтобы узнать Как дела у клиента нашего Да Она не обязана Сообщаться Она не подростка Чтобы я узнавал Как дела у нее Сообщаться Он не уточнит Она на основании Какого законна Не выполняет Свои обязательства Почему? Она знакомна Да нет Почему? Она собирается выполнять Просто она Хочет с банком договориться С нашей помощью С чего взяли Что она не выполняет Я не могу Вы спросили мой вопрос Они не слышали Слышал На каком На основании какого закона Какого закона Ну давайте так Она не оплачивается Передать Есть статья В гражданском кодексе Она называется Точнее Пронумерована 451 цифрой Так вот На основании этой статьи Если в договоре Есть несколько Хотя бы пунктов Или даже один Противоречащий Действующему законодательству Этот договор В суде можно признать Ничтожным В вашем договоре С клиентом Очень много Таких пунктов Мы уж лично Много выяснили По-моему Вы плохо Знакомились Эту 401 Статью Это раз 451 451 451 Ну и за 14 лет Я ее Знаете Вот Начиная Еще Скажем так Со стажерства Да И вот уже 14 лет Я Юридическую практику Веду Достаточно часто Я ее читал Конечно Любая статья Она имеет Двусмысленный характер Повествования Но все-таки Нас научили Еще давно Учленять Необходимую Суть Из любой Статьи Рожиданского кодекса Хорошо И судьи Совершенно Отчетливо В этом ориентируются Ваши доводы Ваши доводы Не являются Основанием Дренняя плата То что банк Что-то там Почему доводы Чего вы взяли Что доводы По роду Вашей деятельности Вы не можете Физически Видеть Каким образом Мы общаемся С банком Банк отправлен Уже Ряд писем Где мы Изложили Суть Происходящей Ситуации Описали Сложившись Вам вопрос Так Ответьте на вопрос У вас есть решение Суда Чтобы вы утверждали Что договор Составлен Да зачем Зачем Решение суда Это дело Скажем так В гипотезе Можно предвидеть Изначально Решение суда У вас нет Правильно Пока что нет Но есть у нас Уже отправлено Письма в банк Так интересно Вы ведете диалог Вот вы смотрите Задаете вопрос Я вам пытаюсь Ответить Вы тут же Пытаетесь Меня перебить Тем самым Подводите Какое-то Вы отвечаете А вы отвечаете Многосложно И не по существу Нет Понимаете Сам вопрос Подразумевал В общем-то Расширенный ответ На эти вопросы Ответить Каким-то там Расширенный ответ Он не подразумевал Абсолютно Вы спросили Есть решение суда Нет Давайте Задавайте вопрос Я буду кратко Отчать Нет Дальше Что Давайте Давайте Кратко Тогда На каком основании Вы утверждаешь Уговор Составлен А на основании Своего богатого Жизненного опыта Да Это является Уважительной причиной Для неоплаты Ваш богатый Нет Вам сказать Уважительную причину Я просто не буду Сейчас растягивать То есть Строго отвечаю На ваши вопросы Вас интересует Уважительная причина Назовите Вот смотрите Как мы сильно Затянули Да А то есть Я бы мог уже давно Вам ответить Так вот Уважительная причина Это официальные письма Которые клиент Отправил В головной офис банка Где изложил Всю свою позицию Которую он имеет По отношению К этому договору Рассказал Какое у него Сейчас финансовое Положение Объяснил Что на данном этапе Он готов Выполнять условия Договора Но только в том случае Если банк Пойдет ему Навстречу Изменит пункты В вашем типовом договоре Которые не соответствуют Действующему законодательству И которые в принципе Уничтожают договор По вашему мнению Да нет Мы там Понимаете Письма Юристы пишут Ссылками на статьи То есть Не просто мы так считаем А на основании Такой-то статьи Данный пункт Ту-тун Ту-ту-ту-ту-ту-ту Понимаете Да Да Отлично Вы знаете Нет Не очень понимаю Жаль А ну вы же говорили Да у вас коммуникация Сложности Дальше что Я на ваш вопрос ответил Это уважительная причина Знаете что Я советую вам Я советую вам На личности Лучше не переходить А почему Потому что Ваши личные службы Вызывают у меня Много вопросов Давайте Давайте перейдем Вы думаете я боюсь Общения С службами взыскания Я по телефону не привык Запомните А как Я не являюсь Телефонным героем Поэтому соответственно Переходить на личности По телефону Это очень хорошо Вы уникальный человек Если вы не считаете Себя телефонным героем А соответственно Светлане Вячеславовне Можете передать Что вы ее подставляете Подставляете В дальнейшем По отзывсканию По законодательству Судачи федерации Если у нее есть Какие-то претензии Пусть обращаются в суд Вы не до конца Ситуацию-то распознали Если что-то установит Что Да Так это все в гипотезе Сначала нужно До судебного этапа Вести Все денежные средства Будут ей возвращены А если отсудят Еще и моральный ущерб Да ладно Вы думаете У нас первый клиент У нас есть в стране Такие люди Которые вводят Людей в заблуждение Ну ладно У нее откажется Вы сейчас про банк Говорите А что же банк Подписать договор Клиенту дал Заведомо Липовый Понадеявшись на то Что клиент Юридически неграмотный Придите за своим языком Придите за своим языком Вы это доказали Это ваши домыслы И пустые слова Да ладно Все Ну почему Идет процесс доказательный Тогда вы будете Иметь права Я же не намерен вам Уважаемый Сотрудник там Ко чего Там колл-центра Да Доказывать что-то Вы позвонили И я Соизволил вам Тут какой-то Даже отчет дать Хотя мог просто Сообщить о том Что клиент Является Собственно говоря Нашим клиентом И этого достаточно И давать отчет Человеку Голосу из трубки Я не намерен Более того Наш клиент Наш клиент Этого не хочет Понимаете Чего он не хочет Да чтобы и я вам Отчет давал Мы все написали В банк И устный формат Общения Мы вообще намерены Игнорировать Понимаете да Что это наше право Что это наше право Так вот Так вот А я вам тут Сижу Распинаюсь И пытаюсь Себя еще В руках держать Чувствуя ваш тон Ненависть Ко мне Идет по кругу Соответственно Идет по кругу Вы обязательно Себя в руках держать Да я это и делаю Понимаете По вопросу А по вопросу Вашей работы Поэтому вы Послушайте Не надо Пустить с небес На землю Держать себя в руках Там и так далее Там подобное Вы мне тут уже Советами наверное Я наверное Это самое должен Что-то сделать Такое Наверное Образ жизни менять Я такой опытный Жизнерадостный человек Советами Уже засыпал А что вы Вот работаете На этой работе Вам что Хорошо там Давайте я вам Совет дам В свою очередь Я же имею прав Штук 10 Мне советов дали Так вот Я вам посоветую Поменять работу Потому что Для мужика Работать телефоном Попрошайкой Не совсем корректно Зарабатывайте Деньги настоящие Да Да Это вот я В свою очередь Вам даю совет А я зарабатываю фальшивые? Что? А я зарабатываю фальшивые? А я зарабатываю фальшивые? А при чем здесь фальшивые? Дело не в том Что вы зарабатываете Вы знаете А дело в том Каким образом вы зарабатываете? По поводу попрошаев Соответственно Ага Сочните мне пожалуйста Мнимый представитель А на основании чего Вы заявляете Это слово? Да просто мне так Понимаете Вот так очень Собственно говоря Хочется думать Я еще раз говорю Я в свою очередь Даю вам совет Выучил две статьи Выучил две статьи Сидит и говорит Их соответственно Каждому человеку Да Это достойная работа Да Ну я же в свою очередь Я же повторяю Я в свою очередь В свою очередь Даю вам совет Вы вправе его Собственно говоря Не слышать Когда вы чего-то добьетесь В жизни Добьете в жизни Вот тогда Может быть вам сказать Что я добился в жизни Чтобы вам стыдно стало А пока Соответственно А пока А пока нет До свидания Все-таки Я бы на вашем месте Послушал Чего может настоящий мужик В жизни добиться На моем примере А не на вашем